Остается ровно неделя, но вот до сих пор непонятно, как смогут проголосовать те, кто находится сейчас на оккупированных территориях. Ну и относительно выборов в освобожденных городках и селах тоже очень много вопросов. Какое развитие событий мы с вами можем увидеть в следующее воскресенье. Ответы ожидаю после следующего сюжета. Алена Центила об этой теме. Дебальцево – одна из самых горячих точек. Постоянные взрывы, разрушенные дома. А выбор у нас проходит? Я просто не слышал. Когда идут боевые действия, ну какие выборы? Будут ли выборы в Дебальцеве, пока непонятно. Да и где в Дом культуры при обстреле попал снаряд. Теперь здание аварийное. Я не пойду из инстинкта самосохранения, понимаете? Но многие голосовать все же собираются. Нужно поддержать нашу украинскую власть. Мы уже попробовали с ДНР и слышали, какие там порядки. Поэтому мы полностью поддерживаем украинские войска. В Авдеевке о том, что кто-то кого-то куда-то избирают, знают лишь из теленовостей. Какие выборы? О чем вы говорите? Нам хотя бы выжить как-то эту зиму. Никто к нам не приходит. Никто. Ни кандидаты, ни начальства никакой. Никто. Если в Авдеевке и Дебальцеве организовать голосование еще можно, они все-таки под контролем украинской власти, то как быть с оккупированными округами? Вот 60-й округ, где частина. Если Тельманевский район и Новоазовский район под российскими войсками, но Волноваха, Володарский и 1-й район под нашими войсками, все равно выборы в этом 60-м округе отбудутся. В Донецкой области планируют провести выборы в 13 округах из 21. Кому война здесь не помеха, так это кандидатам. Рекорд 299 человек хотят попасть в парламент. Самому старшему 81 год. Регистрируются даже в самом Донецке. В городах, которые контролирует украинская власть и военные, к выборам готовятся полным ходом. В Краматорске политическая реклама на каждом стороне, бигборде и сетилайте. Все листовками отклеен общественный транспорт и все супермаркеты города. В окружкоме жеребьевка. Распределяют места в участковых комиссиях. Номер один. Это на прошлых президентских выборах желающих работать в комиссиях днем с огнем не могли найти. Сейчас даже перебор. Состав комиссии вмещает 18 человек, а желающих 32. Всех желающих мы не могли уместить в состав комиссии. Соскучились по выборам, шутит председателя Кружкома. А вот избиратели, которые тоже соскучились, проголосуют не все. Я приехала, дом уже разорван. Документов нет, бабушек не могу найти, папа не мог найти. Где они уехали, не знаю, или погибли, не знаю. Времена изменились, технологии нет. Зазываем на выборы, листовки, тетради всякие. Это все есть, тоже раздаем. Сработать может, но чтобы не вышло, как в славянске Алексей Азаров. Сын экс-премьера якобы дарил детские площадки, троллейбусы ремонтировал больницы и школы. А что от него осталось городу, сейчас вспоминается с трудом. Да, наверное, ничего. А лавки? А, лавки, да. Лавочки, да, хорошие, молодец он. Если хочешь старикам посидеть. Ну, оказалось, эти подарки потом из городского бюджета, троллейбусы оплачивали и так далее. Так что это все покрыто мраком. Луганская область. Здесь готовится проводить выборы в пяти округах. В шести открыть участки невозможно. А кружкомы переносят с оккупированных территорий, как, например, из Луганска в Навайдар. Сама комиссия, она полноценно до сих пор не работает. И какого смысл ей работать, потому что она находится на территории украинской, но не может никакую деятельность вести на своем округе. Многие боятся идти работать на участке. Урожали расправиться с семьей. Страшно, но я патриот Украины. Мне, честно, не страшно. На данный момент пока нет разъяснения ни ЦИК, нет информации от представителей власти, то есть смогут ли нам обеспечить безопасность проведения избирательной кампании на данных участках. На передовой, в окопах и на блокпостах о политике, если и вспоминают, то не злым тихим словом. У тех, кто живет в лесах и полях другие проблемы. Как выставить под обстрелами и не замерзнуть ночью. Мы живем вот так, вот так мы живем. Какие выборы? Вы армию накормите, оденьте. Какие выборы? На выборы срасятся миллионы долларов. Я даже вам не скажу, какие кандидаты могут идти. Мы за этим не следуем. С военнослужащими проще. Они голосуют по военным билетам. Командиры уже составляют списки и графики голосования. А вот добровольцам без паспортов на избирательные участки – не-не. Это десятки тысяч до пятидесяти тысяч человек имеют у нас такую проблему. Разом и с добровольцами. За каким документом голосовать, на каких выборчих отделницах голосовать. ЦИК подал законопроект в парламент, который разрешил бы добровольцам голосовать по военному билету. Но у депутатов до него все руки не доходили. Но пока что это разговор с глухим. Центральная выборчая комиссия инициирует, а Верховная Рада Украины игнорует. Возможно, завтра парламент все-таки даст право голоса добровольцам. Депутаты соберутся на мне очередное заседание. Но вот как голосовать в полях и окопах, чтобы боевики еще и не стреляли, ни один закон не предусмотрит. Большая часть не сможет проголосовать. Это я уверен. Но только потому, что она занимает позиции. По окопам с урной никто ходить не будет. А подвозить бойцов на участки опасно. Дуже сложно уявить ситуацию, когда централизованно выезжают автобусы с добровольцами, військовыми, правоохранцами до выборчей больницы. Это означает, что мы створим зайвый риск именно для них. Практически каждый, кто сейчас на фронте, выбор для себя уже сделал. Надоело это все уже. Вся политика, все это все. Домой хочется уже. Здесь вряд ли будут стоять урны избирательные. Может быть где-то нас повезут, там отголосуем и вернемся. Не хочу. Потому что не за кого? Потому что не за кого. Если нас не слышат там и тут, то будет там очень плохо. Единственное, о чем жалеют и на передовой, и в тылу. Где стреляют и где радуются теплым осенним дням. В бюллетене нет графа «За мир». За него бы проголосовали все. Алена Центила, Эльвина Сейтбулаева, Ирина Баглаев, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер. Телеканал Интер.